Всех приветствую на канале Ярославский Агарод. Последние несколько лет весной тепло приходит очень ряно, а водоснабжение у нас включают только в конце мая. Поэтому стоит дилемма либо разматывать шланги до Волги и качать насосом, либо сохранить воду до весны. Этим мы сегодня будем заниматься. Как мы все знаем, вода замерзает, образует лед. Лед занимает больше объем, чем вода. Лед образуется со всех сторон одновременно, поэтому разрывает емкость, даже если у нее есть открыта грань, как например у нашей бочки. Как известно, со стороны давних времен обычная деревянная палка не дает льду разрывать емкость. Это связано с тем, что деревяшка поглощает энергию при переходе воды из жидкого в твердое состояние. Но дно емкости все равно выжимает, хоть оно и остается целым. Сегодня мы попробуем этого избежать. Нам понадобится двухлитровая бутылка, пара хомутов, крепкая палка, два гвоздя. У нас есть 200 литровая бочка, заливаем ее водой. Теперь приступим к защите бочки от разлива льдом. Крепим к выемке на горлышке бутылки один хомут, далее к хомуту, крепим еще один хомут, берем деревянную палку, вбиваем два гвоздя под углом 45 градусов. Один гвоздь будет опираться в окантовку бочки, а второй держать двухлитровую бутылку, наполненную воздухом на дне бочки, за второй хомут, не давая ей всплыть. Сначала я пробовал с 5-литровой бутылкой, но сила, с которой ее выталкивает вода, разрывает все крепежные элементы. На момент записи видео минимальная температура была минус 6. Все очень хорошо. Буду пристально наблюдать и сообщать вам о результатах эксперимента. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр нового видео каждую пятницу в 20.00. Всем пока и удачи!